Всем доброе утро! Меня зовут Олеся, добро пожаловать на мой канал. И у нас сегодня пятница, 14 сентября, и мы едем на Фьера де Леванте. Самое первое, самое главное дело, это найти парковку. Видите, сколько машин. Это платная парковка, там еще нет. Да, это платная парковка, организованная временно. Очень много машин, и нам идти туда, на Фьеру. Билеты вон там, офис с красной вывеской. Автобусная остановка находится вон там. Видите, как раз подъехал автобус очередной. Павильон я люблю. Тут такая красивая мебель садовая, что аж глазки разбегаются. Садовый стул? Ну, только видишь, как там. А, как там? Какая беседка красивая. Женя уже пошла в нее посидеть. Там бассейн большой, мы только что прошли. Все, Женя уже катается в гамаке. Я думала, что это все сделано из дерева, но я потрогала. По-моему, это пластик. Ну, он даже скребит. Ну, пластик. Ну, пластик на металлическом каркасе. Разочарование. Но выглядит очень здорово. Я уже покачалась на этой ступе. Да, на гамаке Женька уже покаталась. Какое все красивое. И пьячи тут-то. Джакузики. Так, по ступенечкам, по ступенечкам. И бассейнчик. Здорово. Я люблю вообще на Фьеру ездить. Тут всегда все такое красивое. Самое последнее слово технологии. Самые модные дизайнерские решения. Здорово. Какой красивый стол. Это раскрашено вручную. Вот здесь написано. Для сада раскрашено вручную. Написано, что это спецпредложение. Вот этот вот комплект полторы тысячи евро. Включая перевозку. С чего это сделано? Вроде как бетон. Супер. Теперь пошел павильон с мебелью. Если помните, в прошлом году мы все ходили по этим павильонам. Выбирали диван. Выбирали-выбирали. Диван и детскую мебель. Потом мы купили диван в другом месте. И детскую мы купили на выставке. На выставке тоже Фьера Мобили. Там в другом месте. Сейчас потрогала. Я потеряла. У меня была цепочка. Одела цепочку. Я не знаю, где потеряла в машине или дома. Но это был подарок. Золотое колечко. Я очень надеюсь, что потеряла ее в машине. Это типа дизайнерские зайцы. Золотое зайцы оказались из пластика, Женя сказала. В этом году у нас мебель пока не интересует. Поэтому мы должны пройти этот салон достаточно быстро. Подождите, какие люстры. Я издалека это увидела и подошла посмотреть. Я просто половку платила. Смотрите, как интересно. Я никогда не купила. Тема хранения для детской комнаты. Я еще, еще запрещу какую-нибудь такая. Ну, видишь, это типа вешалки. Вешалка в виде дерева. Вот такие подставочки в виде растений, в виде лестницы с домиками, с балкончиками. Я, если честно, найду и думаю, где же я потеряла. Хоть бы в машине, хоть бы в машине. Видите, что сейчас включила, посмотрела видео приветствия, которое записала еще во дворе дома. И там уже я не вижу этого кулона. Значит, скорее всего, он где-то в доме упал прямо. Я, может быть, плохо его застегнула, и он упал прямо в доме. В общем, на это все надежда. Написано, запрещено сидеть. Наверное, все хотят посидеть на таком королевском кресле. Полицейский вертолет. Полицейский вертолет, да? Я в прошлом году сидела на полицейском... Вообще, Фьера очень-очень масштабное предприятие. Оно проходит несколько дней в сентябре каждый год. В этом году до 16 сентября. Суновеки и макины. Старые полицейские машины, смотрите, какие. Ух! Ретро! Большие рули плохо крутятся? Да, нормально. Понимаешь, у тебя была старая машина? Он не прокручивал руль до конца, а я даже на сантиметр. Вот так вот. Где еще можно покататься на полицейском катере? Женя, лови! Розалия сразу разобралась, что-то можно делать. Розалия в восторге. Я не знаю, как мы ее теперь снимем. Ну что? Поехали! Брум! Розалия убирает Женины руки. Развлечения детей посидеть одну минуту в кабине военных самолетов. Сейчас у нас на выставке находится самолет из команды Фредчи Триколори. Он, наверное, списанный. Но это реальный самолет, на котором летали военные акробаты. И туда можно заходить, конечно. Ну что, пошли в самолет? Поехали, полетели. Розалия, полетели. Поехали, папа. Чао, чао, папа, чао. Ну это кабина самолета. Очень интересно. Розалия нравится. Как Розалие нравится все это трогать. Боже мой, так бы, скажи, и возила машинку бы такую, да? Так бы и рулила самолетом. Ой, ой, как интересно. Сколько много всего? Кванты, кванты козы. Да, да. Кванты, о, мадон. Женя двигает, видите? Там же так. Закрылки. Ух ты ж. Женя, ты умеешь управлять самолетом. Боже мой, это невероятно. А, Женя двигает закрылки на хвосте, видите? Женя, это слишком. Это невероятно. Во все эти машины можно сесть, посидеть. Дети с удовольствием фотографируются в военных машинах полицейских. Здесь капсула, можно имитацию полета сделать, но это нужно было забронировать 10 часов, мы опоздали. Здесь внутри находятся компьютеры, и это типа штаб, оперативный зал, ну и назвали зал оператив, оперативный зал. И показывали нам сейчас на компьютерах. Например, сайт Flyradar, на котором можно отследить самолеты. То есть к ним поступает информация с радаров и обрабатывают, выдают информацию на компьютеры. Где могут отследить самолеты, которые пролетают над Италией. Всего таких есть две зала FISA, то есть фиксированные в одном месте находятся. И вот это вот зала, которая мобили, да, она может передвигаться, скажем так. Опять автосалон. Обычно на этой выставке всегда представлено несколько крупнейших автосалонов. Несколько крупнейших компаний, которые продают машины в этом регионе. Французский павильон находится. Еда. Еда. Это сладенькая? Ну, здесь какая-то еда, сухофрукты, желейные конфеты. И что ж тут французского непонятно мне. Вот очень пахнет ирисками, и я хочу вот это, эти кубики. М-м-м, специи всякие. Лакрицией пахнет. Здесь просто столько всего интересного. Это, наверное, чай разные. Чайные сахарные. М-м-м. Какой аромат стоит? Вы себе не представляете. Сейчас пробуем риску. Куркума. Несколько сортов карри. Разноцветные. М-м-м. Такой стоит аромат специи. А я вообще жую эту французскую ириску. Мне Женя запихала. Такая вкусная. А здесь разные сыры интересные. Помидорный сыр. А это сыр с лавандой и розмарином. Вы когда-нибудь ели синий сыр? Я нет. А зеленый сыр ели? Это сыр с песта, с базиликом. Вот это все мыло. Разноцветное, в красивых формах. А ароматизированное. Запахло парфюмами. М-м-м. Французские туалетные водички. В этом павильоне не только французские экспозиции, но вьетнам. Там вот Грузия дальше была. Разная. А здесь все желающие могут отведать ликеры. Домашнее производство. Риманчелло. Финокетто. Финокетто это из Финоккио. Масла. Матера 2019. Open Future. Матера это культурная столица Европы. В 2019 году. Вот оно что он будет. Я все никак не доеду до этого города. Очень-очень хочу попасть. Павильоны с мебелью. Идем в очередной павильон. Альтер культуры туризма. Посвящен культуре и туризму. Йога класс. Идет открытый урок танца. Очень интересно. Ой, здесь что-то интересненькое. В общем, здесь спортивные залы. Что это? Здесь театриньи. Здесь что-то театральный какой-то сегодня урок идет. В этой зоне всегда военная выставка. В прошлом году здесь была стена. Стена, да? Куда Женька могла залезть. Она залазила. В этом году. До сих пор есть. Есть стена, да? А, точно, есть. Полезешь? Сейчас Женя слазит на стену. Тоже надевает снаряжение. Охрана открывала дверь и пыталась меня запустить тоже, чтобы я слазила на дверь. Но я стесняюсь. Я не залезу. Я слабенькая. Я боюсь. Не хочу, не пойду. Скуза. Ну что, Женя, альпинист. Женя, альпинист. Женя, альпинист. Я помню, что в прошлом году я подписывала что-то. Прежде чем Женя начала собираться наверх, я что-то подписывала. В этом году, видишь, как-то в момент тебя не упустили, или потому что она уже выглядит как здоровая девчонка. можно еще не подписывать. Так, все. Я уже вымазана в ириске. Девчонки грызли ириски. Мне запихали в рот, и Розалия с грязными руками меня потрогала. Мы идем к фонтану. Так. Беритико Бари. Павильон пива. Конфартиджано. Конфартиджано. Бари Читаканесса. Стардаст. Возле фонтана собраны все основные павильоны. Все сходится сюда. Все дороги ведут в фонтан. Вообще роялки пас, но, конечно же, меня березали. Получается, когда я лезла, потому что почти березала, там не было нормальных подставок длинок. Там были вот такие вот малюсенькие. Ну, ты крутая. Я тебе честно говорю, что я бы не полезла. Ты молодец, Женька. Ты крутяшка. Я вообще бы все сделала. Да, ты крутая. Немножко прохладнее здесь. Свежесть от воды. На самом деле, сегодня очень-очень жарко. Хожу по красной дорожке. Закончилась дорожка красная. Опять павильоны с мебелью, атлет, софа, галерея, дели-поузу. Но так как мы пока основное купили из мебели, мне не очень интересно. Опять всякая красота для строительства, для дома и не только дома. Так, ванную мы тоже сделали, поэтому тоже пока не актуально. Но посмотреть на красоту всегда интересно. Ага, закрыто, да? Пойдем. А, смотри, лестницы винтовые. А можно пойду наверх? Думаю, что нет. Издалека увидела эти двери и иду посмотреть. Вот эта вот состаренная дверь посередине. Сера-голубая, с золотой окантовкой. Такая красивая. Такой павильон. А здесь павильон с едой. Типичная еда из-за пули. И всякая вкуснятина. Ох, какой волшебный шоколад. Грамма шоколадной вкусноты. И какое оно все интересное. Это как петушки сладкий сахар, но только они сделаны из шоколада. Стоит просто потрясающий шоколадный аромат. Это шоколад фондента черный. Шоколадные фонданчики. В том году мы что-то тут брали, макали. Женька, но я уже съела и рисок этих французских. Хватит, дорогая. Много сладкого вредно. Здесь так пахнет вафлями. Нет. Вафелька в шоколаде. Ну как оно? Вняти. Да, я попробую. Какая она? Внутри мягкая. Снаружи грустящая. Яблита шоколада. Ням-ням-ням-ням. Сухофрукты разные. Дынька. Груша. Джекфрут. Мандарины. Памела. Лайм. Господи, чего тут только нет. Я даже название не знаю. Кум-куац. Я такой не знаю кум-куац. Арбузик. Клубнички. Апельсинчики. Ой, кое-что красивое. Мы пошли искать мужа. И очень быстро его нашли. Теперь для тех, кто много съел сладкого, небольшая пробежка. Джогинг. Давай-давай, Розали, давай. Давай, мама. Давай, пойду здесь и быстрее. Пошли на второй круг. Давай-давай-давай-давай. Бегом-бегом. Поймала полицейского, да? Розали, ты ведешь меня туда, куда надо. Я снова на красной дорожке. Бегом-бегом. В общем, знаете что? На самом деле, выставочных залов на этот раз меньше. Видите, есть свободное место. Экспозиции меньше в этом году. В прошлом году было больше, да, дочка? Нет. Нет. Я помню, был огромный павильон с тканями. Мы не дошли еще или его нету? Я видела там тканями. Да? Ну, пойдемте, найдем. Ну, хоть выставок меньше, зато больше места побегать и полазить. Замечательно. Пошла вкусняшка. Пикорина. Самовой. Элайотека дели оли и дипуля. Здесь стенд с маслами. Оливковое масло. В общем, мы тут надолго застряли, я так понимаю, среди этих деревянных конструкций. Покажи мне себя. Я в шоколаде, да? Покажись. Вся в шоколаде. Вся. Покажи. Да я шучу. Шоколаде я вижу в ирисках вымазанное. Здесь энотека дивины дипуля. То есть здесь представлены вина из-за пули. Азартные игры до добра не доведут. Поэтому нет, мы это не одобряем с папой. Пойдем дальше. Галерея Деля Национе. Это галерея, там где представлены разные нации. Ну, расставлено все так же, как и в прошлом году. Начинается мед, косметика. Стоит запах ароматных палочек. А здесь, Женя, по одному евро. А мы взяли там по три. А, нет, тоже вафли по три евро, но здесь меньше. Та, которую Женя взяла, выглядела больше. Я понимаю, индийские. Индийские ковры. Часерва, он пикала топета и на зала до Франца. Целый ряд товарами из Индии. Ну, пойдем туда. Куда шел этот аромат? Вот отсюда. И отсюда. Смотри, тоже дымится. Ну, это индийские. Опять Индия. Целых два ряда Индии. Индия оккупировала Фьерра де Леванты в этом году. Там еще Индия. А это вьетнамский павильон. Нет, карты мы брать не будем. С ними потом играет Розалия. Я их собираю по всему дому. Нет. Мадагаскар. Слышите, барабанчик? Мы в прошлом году себе купили там маленький один. Ага. И Розалия сейчас с ним играет. Нет. Какие-то покрытые ржавчиной изделия. Странно. Костадуар. Кодюар. Опять Индия. Очень много индийских павильончиков. Очень много. Пойдем из этого галереи Дельнационы, потому что тут одни индийские товары, которые изредка перемежаются с павильонами из других стран. Бонжерно. Я смотрю, как машинка сама вышивает. Это что, у нас программа? В общем, здесь машинка запрограммирована. Видите, вышивает рисуночек. Без помощи человека. Очень интересно. А почему так долго? Долго? Ну, вручную не быстрее. Вручную. Может быть, даже и дольше. Пойдем. Вот еще одна машинка строчит. Видите, сама по себе. И там еще одна. Интересно. Фейлтро, фейлтро, фейлтро. Вообще называется фетр, Женька. Так. Один листик. Два с половиной, один с листиков 25 евро. Фетр самых разных оттенков, рисунков. Музгами. Так. Тоже какой-то блестящий. Всякие штукенции. Ну, это что? Это не фетр. Это вообще что-то непонятное. Я хочу себя. Это что-то синтетическое на ощупь. Ну, как? По одному евро листик. Альпака по пять с половиной за 200 грамм. Амико сто грамм два с половиной. Половина акрил, половина полиэстер. И полар по восемь с половиной сто грамм. Меня просто спрашивали ткани и материалы итальянские. Вот я поэтому специально стою, снимаю цены все. Ткани, нити меня спрашивали итальянские. Поэтому вот я хожу, снимаю. Так. Вот нитка Стелла. 100 грамм. Пять с половиной евро. 80% акрил, 10% лана, шерсть, 10% альпака. Так. По Италии бесплатная доставка. Альпака. 200 грамм по пять с половиной евро. Я взяла контакты этой фирмы, поэтому кому нужно было, девчонки, пишите. Дальше. Амико. Это нитка по два с половиной евро за 100 грамм. 50% акрил, 50% полиэстер. Так. Маджик калор. 42% акрил, 42% полиэстер, 16% шерсть. Стоимость на аферте 5 евро. Фитучия. Одна бобина по четыре с половиной евро. Что это за нитка такая? Какая-то фитучая. Эластическая нитка. Из фетра. Пять метров, два с половиной евро. Фетровая нить. Ну вот, фетр и шерсть итальянского производства. Ну, мне так сказал работник. Так, нитки Браво, 50 грамм, 100% акрил 0,95. Ну, кому нужен акрил, я не знаю. И нитки катания, 100% хлопок, 2,3 евро, 50 грамм. Разные цвета. Так, это что у нас? Не вижу на эту цену. Quick, knit, spot, soft, ultra, thick, colorful, yarn. Это из-за того, что легко вообще? Я думаю, что легко. Так, вот состав. Подожди, смотрю состав. 150 грамм здесь, подожди, 51% шерсти, 49% акрил. Здесь нейлбар. Желающие делают миникюр. Но я, как всегда, не одна, а с Розалией. Поэтому идем дальше. Еще один павильон со всем, что необходимо для рукоделия. Так, фетр по 7 листов 10 евро, 1 лист 1,5 евро. Какие сумочки из фетра можно сделать? Так, здесь тоже лист по 4 евро, 3 листа 10 евро. Тут разные, разной толщины, разного качества. Видите, это вот такой. И вот такой мохнатенький. Тоже 1,3 евро, 4 за 10 евро. Цвета разные. Размеры 65 на 50. 1,5, 7, 10 евро. На, на. Розочки тоже по 71 штучка. Разные цвета. Вот такие фетровые розы. Побольше по 90. Формочки, конусы. Здесь форма для сумочки. Ой, Розалика. Формы для сумочки. Прикольно. Ткань гобелин. От 8 до 9,5 евро. И вот на аферте, все сути, по 6 евро за 1 моточек. Для рукоделия все, что нужно. Все такое красивое. Там всякие детальки. Запчастики фетровые. Сплошная красота. Один павильон с материалами для рукоделия. Сейчас пойду спрошу, итальянский это или нет. Опа. Бонжорно. Так, шерсть итальянская мне тут сказали. Опа. Так. По 4,8 за 50 грамм. Это шерсть. Это не шерсть, это катон. И вот лана ференция. Это шерсть из ференции. 75% лана и 25% бэби альпака. 5% нейлон. По 6,5 за клубок. В общем, много всего. Мне пора бежать. Мы проходим зону спа. Там практически ход за руками, за ногами. Столько всего интересного. Но уже все. Розаликин уставал. Поэтому мы домой уже. Все, мы выходим. Наше посещение выставки закончилось. Мы уже дома. Я не нашла свое колье. Я немножко расстроена. Ну, еще есть шанс, что я его еще поищу. Может, где-нибудь найду. Но я так понимаю, скорее всего, уже все потеряно. Сейчас мы будем обедать. Я буду готовить макароны с сугетто и с сосисками. Потому что мне нужно что-то сделать очень быстро. Уже 2 часа дня. И у нас снова началось похудение. Марафон Soulmaster 2 в Инстаграм. Поэтому можете следить за моими успехами под хэштегом Алися Шеф Стройность. Я напишу здесь. И я уже за 4 дня потеряла 900 грамм. Так что очень надеюсь скоро привести себя в нужную мне форму и весить 60 килограмм. Все, ребята и девчата. На этом буду свой влог заканчивать. Если вам понравилось, поставьте мне лайки. Мне будет очень приятно. И увидимся с вами в новых видео. Чао-чао. Субтитры сделал DimaTorzok